познали здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин а со мной в студии алекс гальцикер директор сайта дата 24 здрасте алекс здравствуйте так получилось что говорит мы сегодня будем и опять об терроре и вокруг него как известно новостью последних дней остается история с солдатом который убил террористов хеврония напомню тем кто не в курсе буквально в двух словах эту историю хотя все наверняка они слышали дело в том что 24 марта в хеврония два вооруженных ножами террориста напала на наших солдат находившиеся рядом военнослужащие открыли по ним огонь один был убит другой ранен и вот через некоторое время выяснилось что он был тоже застрелен или дострелен это и сейчас выясняется дело в том что солдат был задержан по подозрению в том что он нарушил закон и убил уже не представляющего опасность человека еще один маленький момент который будет важен для нашего дальнейшего обсуждения это то что вся эта история стала известна потому что находившиеся там представители левозащитной правозащитной организации бицелем засняли все это ролик появился в сети и в общем то будем говорить понеслась так вот собственно говоря вот на вашу тут на ваш взгляд все это понеслось собственно говоря извини за организм после того что появился ролик сети или после того что наши руководители политики имеют ввиду глава правительства министр обороны начальный генштаба поспешили высказаться по этому поводу забегая вперед сразу вариант 2 потому что в первую очередь то что сегодня происходит что израиль вынужден так сказать оправдываться да мы живем в то в векторской технологии когда снятая картинка она тут же попадает в социальные сети средства массовой информации и вызывает необходимость в определенных комментариях но безусловно система наша система то есть неважно сейчас о ком мы говорим это было решение главы правительства сказать лично сделать заявление решение начальника генерального штаба выступить по этому поводу решение главного военного прокурора израиля выступить поэтому министра обороны министра обороны на самом же деле все на мой взгляд да должно было быть совершенно иначе то есть все это могло бы развиваться совершенно по другому сценарию да картинка бы обошла весь мир очень быстро в считанные часы но тут важно было разделить на самом деле потому что сегодня у тех кто выст выступил по этому поводу неважно за выступили или против да были были политики которые выступили в защиту этого солдата вигдор либерман и нафталий беннетт в первую очередь которые сначала ярко выступили оба за то чтобы вот государство опомнилось так сказать и выразила доверие нашим солдатам потом вигдор либерман остался при своем беннетт немножко если хотите свернулся оправдывая свой поступок тем что ему стали известны определенные какие-то детали о которых он не может говорить из расследования царя нужно было разделить просто на две части первая часть это наша так сказать наша позиция официальная государственная я должен был высказать скажем человек из пресс-службы царя который отвечает за работу с иностранными сми о том что солдат ликвидировал террористов до проверяем какие-то подробности этой ситуации возможно они будут возможных не будет не знаем сколько времени займет но позиция официально я прошу прощения перебил просто поясню для тем кто не понял либо есть что есть существует версия которая расследуется официальными инстанциями армейскими о том что он убил этого террориста который не представлял уже на эту минуту опасности есть версия которую высказываются представители самого солдата что он это сделал потому что опасался что на террористе есть взрывчатка есть еще масса версия сегодня всплывают версии сказать о том что и ждут скрытие тела для того чтобы понять а был ли он вообще жив на момент выстрела потому что если солдат стрелял в труп то это совершенно другое другая квалификация другое преступление и другие наказания но это уже детали на самом деле на как факт то что то чем славился израиль всегда выходили сказать официальные сообщения у нас нет ядерного оружия да то есть хотите верьте хотите нет у нас его не комментирует здесь и здесь на самом деле и мы не бомбили этот реактор и и все то есть на самом деле вот а здесь на самом деле произошел прокол который вообще не в стиле так сказать израильска израильского эстаблишмента если хотите то есть сообщение должен был сделать какой-то полковник царя который работает в в пресс-центре армии и должен был сообщить о том что был ликвидирован террорист который напал до этого на военнослужащих обстоятельства проверяются скромно тихо спокойно не нужно было вот этой помпезности всей а вот мы уже сами у себя решили бы как мы хотим это все расследовать насколько мы хотим чтобы наша армия была гуманной насколько нам нас устраивают такие солдаты на это внутренние расследования наши а сейчас весь мир пристально следит за тем вот в эти минуты проходит как раз на момент запись этой программы проходит сказать слушание по этому делу на предмет продлевать ли срок заключения этому солдату и весь мир сейчас все телекомпании мира все радиостанции все интернет порталы мира следят за тем продлят ли ему срок заключения это вообще наше внутреннее расследование никто не должен был в него влезать мы сами для себя должны определить, устраивает нас такой солдат или не устраивает. А сегодня наши политики борются параллельно и с общественным мнением за границей, и с внутренним общественным мнением, которое, естественно, я не проводил никаких опросов, но у меня нет никаких сомнений в том, что если мы сегодня проведем этот опрос, подавляющее большинство жителей Израиля скажут, что этот парень герой. Не важно, стрелял он в полу. Есть опросы? Нет, я не проводил. Я знаю, что есть опросы. Я знаю, что проводятся демонстрации, практически ежедневно проводятся демонстрации в поддержку этого солдата. 82% комментариев в социальных сетях высказывают поддержку солдата. Естественно, потому что он, во-первых, ликвидировал террориста. Да, выступают высокопоставленные офицеры, бывшие командиры специальных подразделений, говорят, в тот момент, когда в армии появляется вот такая вот анархия, это плохо. Но вот это уже внутреннее расследование, которое должны были провести представители армии обороны Израиля и оставить это для нашего внутреннего расследования. Совершенно не обязательно было его арестовывать при этом. Этому парню до 24-го, до 24-го, до 24-го, до 24-го это случилось. Да, до 28-го числа этому парню доверяли все. Автомат с полным комплектом, с боекомплектом. То есть все доверяли. Ничего страшного бы не случилось, если бы его не выволакивали из дому, не арестовывали, если бы его оставили, ну, скажем, под домашним арестом. А просто, ну, в лучшем, наверное, случае для него, просто даже вернули бы его в свою часть, вернули бы ему оружие, потому что до недавнего времени, до 24-го марта, этому парню страна доверяла важнейшую задачу, на самом деле, патрулировать в Кевроне. Это не очень простая история. Более того, теперь, когда все говорят, нет, нам такие солдаты не нужны, все. Ну, скажем так, премьер-министр, министр обороны, значит, это они уже так не говорят. Это они говорили в первый день. Это они говорили в первый день и поторопились с этим. Что значит, нам такие солдаты не нужны? То есть мы теперь, как бы, в бакууме, на призывном пункте будем проверять политическую ориентацию каждого солдата, прежде чем решить, куда его направить, служить. Или нам достаточно будет его, скажем, интеллектуального уровня и его физической подготовки. То есть тут давайте тогда все пересматривать, на самом деле. А может быть нам их, какие-то определенные, представители определенных групп населения, может нам их не призывать вообще тогда, потому что, ну, мало ли что может произойти. Глупость, это все на самом деле. Поторопились, выступили не те, не по делу и не там, где нужно, на самом деле. Вот как раз где нужно, то становится снизить профиль. Вот здесь нужно было снизить профиль. А тут все полезли с транспарантами и кричать, нет, это не наша армия, мы на самом деле самая гуманная армия в мире. Это мы решим, насколько мы должны быть гуманными. Скажите, пожалуйста, а вот те, кто полезли с транспарантами, понятно, а те, кто полезли с транспарантами, включая политика в первую очередь, в защиту солдата, они не канцелом участниками практически того же фестиваля? Нет, дело в том, что тут, если говорить конкретно, они требовали что? Они требовали прекратить линч над солдатом до того, как закончилось расследование. А какой же линч? Оно даже тогда еще не началось. Идет следствие? Нет, фактически и премьер-министр, и министр обороны, и начальный генштаба, и еще ряд министров правительства, фактически уже линчевали этого парня до того, как выяснилось вообще, насколько есть состав преступления в том, что он сделал. Насколько это вообще, опять-таки, мы же существуем в некий, мы уже который месяц здесь сидим и обсуждаем ситуацию в стране, которая напрягает жителей этой страны, и требует от армии определенного уровня, так сказать, реагирования. То есть солдат находится в не самых простых условиях, служит в месте, где практически ежедневно попадаются вот такие ребята. Мы сидим в студии здесь и рассказываем про мальчиков с ножиками, девочек с ножницами, которые на самом деле режут, и сколько, 35 человек, 36 человек погибло к этому дню, на самом деле, от этих вот мальчиков с ножиками и девочек с ножницами. А тот вдруг дядя с топором появляется или еще с огнестрельным оружием. То есть мы требуем от этого солдата гораздо большего, чем было, скажем, до сентября минувшего года. Мы требуем от него пристального внимания. Рассчитывают на то, что вот под этим давлением мы требуем, средства массовой информации другие требуют, политики об этом говорят, оппозиция выступает в пользу этого. Солдат, неважно из какой семьи он появился, он на самом деле 19-летний пацан. То есть он находится под влиянием всего этого. Возможно, он допустил ошибку. Возможно, я представляю, не факт, что он допустил ошибку. Даже если так, его прямые командиры, которые ему доверяли, еще раз говорю, до 24 марта, ему доверяли все. Они сейчас должны находиться в камере вместе с ним, просто потому, что им должно быть стыдно за то, что он там находится, а они нет. Я так считаю. То есть они должны его поддержать. Представьте себе другую ситуацию. Представьте себе, что, ну помните, был такой военачальник у нас, Ариэль Шарон. Представьте себе, что, скажем, вот, зная его характер, вот его солдата, неважно в какую военную операцию, скажем, лет так 40 назад, вот так вот волокут ночью из дому за то, что где-то чего-то там он допустил, предположим, допустил ошибку и сделал какой-то опрометчивый шаг. Да он сам полезет с ним в камеру, тогда бы. Он бы сам сидел с ним в камере, делился бы с ним своим пайком, просто потому, что ему было бы за это стыдно. А сегодня этого нет. Сегодня вот этот 19-летний парень сейчас будет отвечать за всех. За своего командира лейтенанта, за там, командира бригады, за командира, не знаю, сухопутных войск, за начальника генерального штаба, в конце концов. Да, может быть, может быть, еще раз говорю, он допустил ошибку, но это ваш солдат, вы ему до последней минуты доверяли. Вы ему до последней минуты доверяли. Должны, конечно же... Это просто ошибку или преступление. Тут фразеология очень тонкая. Еще раз говорю, это не то, что он взял автомат. Мы не знаем, еще раз говорю, действительно. Мы просто... Если бы он взял автомат и пошел ограбил ларек, тогда да, неважно, солдат он при этом или нет, он преступник. Он находился на боевом посту, он выполнял боевую задачу. Под давлением всего, о чем я уже говорил раньше. Даже если это преступление, то оно было вызвано не, так сказать, желанием обогатиться, не желанием отомстить кому-то. Скорее всего, скорее всего... Еще раз говорю, тут много всего. Мы не можем это обсуждать. Мы не знаем, был он жив или нет. Эля Бин, который генеральный директор службы скорой помощи, как раз подготовил другой отчет, в отличие от отчета, который существует на данный момент, первичного отчета армии обороны Израиля, поскольку служба скорой помощи-то была на месте, как раз по их отчету, скорее всего, на момент выстрела он уже был мертв. Но странно был одет, действительно. Если вы помните, 24 марта погода, ну, очень... было очень жарко в этот день. Парень в куртке. Выглядит это странно. 19-летний парень, который находится под влиянием всего этого, мог допустить ошибочное решение. И не учитывать факт интифады ножей, который проходит сегодня здесь, уж точно нельзя. Я надеюсь, что в результате, в результате это будет учтено. Если признают его виновным в каком-то хотя бы преступлении, то, так сказать, выберут наименьшее зло из того, что существует, учитывая обстоятельства. Хорошо. Такой вопрос к вам. Вы часто, я знаю, ходите в Милуим по-прежнему. Бываю еще, да. Я не знаю, где вы именно служите и в каких ситуациях вы оказываетесь. В связи с этим два вопроса. Первое. Примеряли ли вы эту ситуацию на себя? Я понимаю, что вопрос очень личный. Не захотите, можете не отвечать. И второе. Как вы относитесь к тем ультиматумам, которые сейчас выставляют военнослужащие, которые ходят на резервистские сборы, что если немедленно солдаты этого не оправдают, от него не отстанут, то мы перестанем ходить? Конечно, до анархии доходить нельзя. А то, что вот эти вот ультиматумы выдвигаются сегодня, это все равно, что там каждый родитель сегодня скажет, я своего сына не пущу в армию, или свою дочь в нашем случае, в случае с Израилем, пока не будет разрешен положительный вопрос вот этого солдата. Ну так, в конце концов, армия не строится, а у нас, в общем-то, армия, у которой есть страна. Поэтому, конечно, анархию допускать нельзя. Нужно довериться, по крайней мере, военной прокуратуре. И несколько из бывших главных военных прокуроров выступали по этому поводу. Иван Шиф, в прошлом главный военный прокурор, в прошлом председатель окружного суда в Тель-Авиве, сегодня уже пенсионер, он очень хорошо выставился. Я слушал по радиоинтервью с ним, он очень правильно сказал, вот эта вот скидка на интифаду, которую, как бы государство не признает, она-то в голове у каждого военного прокурора есть, он это прекрасно понимает. И если в результате, в результате вот все сложится против этого парня, и ему будет грозить определенное наказание, он высказал, скажем, свое предположение, что на месте, если бы он был на месте военного прокурора, он, конечно, спустил бы до минимума возможное наказание, выбрал бы наименьшее зло, если что-то приписывать парню вообще. И срока заключения, большую часть этого срока определил бы условно. Потому что в результате, это в его руках, несмотря на то, что на него тоже будут давить и министр обороны, и премьер-министр, и организация бы целям, которая вообще не должна никак влиять на самом деле на то, что происходит в Израиле. Но неважно, это уже совершенно другая тема. Тут, я думаю, парню в этом смысле должно повезти, я надеюсь, по крайней мере. Что касается меня лично, я нет, я не примерял такую ситуацию на себя. Возраст другой, опыт другой, и на самом деле сложно, я не был там, я не был в этой ситуации, я не знаю, о чем-то говорили, какие-то обрывки информации поступают в СМИ, неизвестно, насколько можно им доверять, о том, что якобы парень со своим командиром до этого беседовал. Но видно, что это вновь прибывший патруль, то есть особого времени там у них не было для обсуждения ситуации. Вот он лежит, крики слышны, крики прохожих слышны, о том, что вот он шевелится, а вдруг он взорвется. Да, эти крики слышны, на записи довольно отчетливо это слышно. Какой состоялся разговор у него с командиром, мы не знаем. Жив он был, не был он жив, проверял ли его врач скорой помощи, на основании чего был составлен этот отчет службы скорой помощи. И проверяли ли его на наличие взрывчатки. И проверяли ли его на наличие взрывчатки. Тоже сложно, потому что то, что называется военных саперов, я на видеозаписи как раз не видел, а по существующим правилам, конечно, нужно было дождаться военных саперов, так сказать, оцепить местность. Да, вопросов там много. И не подпускать, и не подпускать никого. Вряд ли солдаты из подразделения КФИР, они как бы обучены определять, есть ли на теле у раненого, да, даже если раненого взрывчатка. Для этого есть военные саперы, которые довольно быстро, наверное, смогли бы приехать на место. Тем более, как бы речь идет о Хевроне, о перекрестке рядом с Хевроном, где практически ежедневно мы слышим о событиях подобного толка. Скажите, как Вы относитесь к тому, что подавляющее большинство, судя по опросам и замерам, которые делаются в интернете, подавляющее большинство высказывается в том плане, что этот солдат не просто должен быть оправдан, даже если он это совершил, а его надо признать героем, что он правильно сделал. И это нас приводит к следующему вопросу, что практически равнозначно, один и тот же вопрос. Все ли методы допустимы в борьбе с террором? Где грань? Не все методы допустимы в борьбе с террором. Мы говорили с Вами в самом начале, когда только начиналось, когда предлагалось ужесточить действительно борьбу с террористами, выступал Либерман и в полный голос говорил о том, что можно стрелять даже в того, кого мы подозреваем в намерении совершить теракт и стрелять на поражение. Ну, если Вы хотите мое мнение, исключительно, можно стрелять, я тогда сказал, лес рубят, щепки летят. Да, безусловно, и вот эта вот щепка, то, что сейчас случилось, на самом деле щепка нормально, нормально, ничего страшного в результате не произошло. В конце концов, был убит террорист. Это все однозначно, у этого нет никаких сомнений. По крайней мере, я надеюсь, тем, кто живет в Израиле, это совершенно очевидно. Сколько ему было при этом лет? Насколько он был опасен для окружающих? Этот парень пришел убивать. Убивать. И если бы его, так сказать, судьба сложилась чуть более удачно, он, наверное, смог бы это сделать. Если бы он был чуть лучше обучен, если бы их было больше, а их будет становиться больше, судя по всему. Поэтому, да, безусловно, я согласен. Ну, скажем так, считать ли его героем? Ну, героизма в его поступке мало. То есть, если мы увидим то, что он сделал, он четко, просто подошел, перезарядил автомат и выстрелил в голову человек, который лежал на земле. Выстрелил террористу. Возможно, скорее всего, он хотел предотвратить нечто более страшное, чтобы не пострадали люди, которые находятся вокруг. Хотя, такой выстрел в голову он тоже опасен. Если говорить о технике, то, в общем-то, мог быть и рикошет. Рикошетной пули никто не отменял еще, а рядом находились его же товарищи, он сам. Да поэтому было что-то неосторожное. Скажем так, я не считаю, не считаю, что его нужно награждать какой-то наградой, но, как я раньше сказал, ничего страшного бы не случилось, если бы его вернули в часть, вернули ему оружие, может быть, поговорили бы с ним. И, в общем-то, на этом бы все закончилось. А какая-то внутренняя проверка на уровне генштаба, на уровне военной полиции, ради бога, даже скорее для того, чтобы сделать соответствующие выводы из того, что случилось, написать новые вводные о том, как себя должен вести в такой ситуации солдат, если рядом с ним находится его командир, и так далее, и тому подобное. Но точно не нужно его сажать за решетку и превращать его в преступника, который сегодня сидит в камере и ему, так сказать, предлагают фактически вилку между убийством и непредумышленным убийством. Мы же понимаем, да, то есть, еще раз говорю, он не пошел киоск грабить, он находился на службе, на своем посту, именно для этого он там находился, он находился для того, чтобы вовремя выстрелить в такого вот человека. Может быть, выстрел не вовремя, но только на этом уровне, то есть, он выстрел в правильного человека, абсолютно правильного человека, он убил террориста. Поэтому, ну, уж антигероям точно нет. Понятно. Алекс, последний вопрос, без которого тоже не обойтись. Имеется в виду действия в этой ситуации организации БЦЛ, напомню, с ролика которой, собственно говоря, и начался весь этот шум. Опять-таки, подавляющее большинство, цифр у меня нету, в социальных сетях, когда обсуждают эту ситуацию, проклинают БЦЛ, говорят, что это вот они виноваты. Не происходит ли, на ваш взгляд, здесь смещение понятий, причины и следствия? Или роль БЦЛ для вас тоже очевидна, что это, как бы, не они бы, может быть, все это было бы, не было бы так заметно? Нет, ну, я же с этого начал, мы живем в век технологий, когда не они бы, так кто не другой там оказался с мобильным телефоном, и это было бы снято, то есть, случайно совершенно это оказался человек, который имеет отношение к организации БЦЛ. Случайно или нет, тоже стоит проверить, на самом деле. Но, мы знаем, что они находятся в этих местах, мы знаем, что они, так сказать, ищут подобного рода ситуации, иногда даже поговаривают о провоцировании таких ситуаций, для того, чтобы появились вот такого рода кадры, здесь о провокации речь не идет совершенно, но, нет, организация БЦЛ, она существует на законных основаниях, на сегодняшний день, по крайней мере, в Израиле. Я с удивлением, честно говоря, этого раньше не знал, вот когда все это обсуждалось, я слушал бывшего пресс-секретаря генерала Ави Биньяу, знакомая вами, и он рассказал, что еще во время операции Литой свинец, ЦАЛ сотрудничал с БЦЛ, и просил передавать им все сведения, которые или факты, или даже, может быть, то, что они слышали о каких-то нарушениях со стороны солдат, чтобы они могли, чтобы ЦАЛ мог это расследовать. БЦЛ существует в Израиле на законных основаниях. Нравится это мне, не нравится это мне, нравится это людям, не нравится, не имеет значения. Они на сегодняшний день здесь существуют законы. сказать, что они, так сказать, идут, ну, если хотите, в ногу с интересами армии, обороны Израиля, в данном случае в борьбе с террором, ну, наверное, нет. Наверное, они существуют для того, чтобы вовремя, так сказать, поставить знак стоп и сказать, вот до сих пор, ребят. Но, где проходят границы, тут уж трудно, трудно определить. Во всяком случае, какие могут быть к ним претензии по поводу этого видео? Никаких. Еще раз говорю, на месте этого оператора, который сотрудничает с БЦЛ, мог оказаться любой ребенок, тем более, что потом и появилось еще несколько роликов с 7-8 летний, который бы сделал нечто подобное и как-то попало бы в социальные сети. Поэтому, в данном случае, вообще, как-то предъявлять им какие-то претензии, кроме одной, кроме одной, что выступление премьер-министра, заявление премьер-министра было сделано на основании практически только вот этого ролика БЦЛ и никаких вообще, не имея первичных данных расследований. Ну, это не к ним претензии, я думаю. Это претензия не к БЦЛ, то есть, они выполнили свою работу, если хотите, еще раз говорю, можно по-разному к этому относиться. Они патриоты Израиля или патриоты демократического Израиля или они предатели Израиля, можно их называть как угодно, но они существуют на законных основаниях, абсолютно законных основаниях, в отличие от террориста, который пришел воевать солдат, что у нас в стране является незаконным. Алекс, большое спасибо за этот комментарий. Я хотел считать две темы, но, к сожалению, времени у нас ушло много на эту... В другой раз. В другой раз, она того стоит. Большое спасибо. Я напомню, что со мной в студии был директор сайта Data24 Алекс Гальцекер. Всего доброго.